Всем привет! Меня зовут Маша и я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня я хочу сделать видео о своих небольших покупках, которые я сделала за последнее время. Их было действительно немного, но все же они есть, и поэтому я хочу с вами поделиться. И давайте же начнем. Первое, с чего я хочу начать, это был крем для тела. Вот так вот он выглядит от фирмы Joana. На самом деле он считается бодибаттером, но по своей консистенции он мне все-таки напоминает именно крем. Вот так вот он выглядит внутри. Я буквально пару раз, наверное, им успела воспользоваться. Кстати, да, я не сказала, что у меня с клубникой, и выглядит он, в общем-то, соответствующе. Запах у него такого клубничного йогурта, но немножечко с химической такой ноткой. И, собственно, по консистенции и по цвету он тоже похож именно на йогурт. Могу сказать, что он больше, как я уже говорила, напоминает мне крем, так как бодибаттер, он все-таки погуще. Этот он довольно легко распределяется, быстро впитывается, вообще очень приятно ощущается на теле. И вообще хочу сказать, что вот эти бодибаттеры мне нравятся. У них еще есть со вкусом, точнее, с запахом ванили и с запахом кофе. И несмотря на то, что я большая любительница ванили, мне из этой серии больше всего нравится именно с запахом кофе. Он вообще просто потрясающий. А вот этот я, кстати, покупала еще летом, где-то в начале августа. И оставила тогда у родителей дома, забыла, когда была у них в гостях. И вот буквально на днях забрала. Больше он, конечно, такой на лето, наверное, подойдет. А для зимы вот хорошо будет со вкусом кофе. На самом деле здесь, они на самом деле очень хорошие. И здесь 250 грамм. И стоят они где-то порядка, ну, 150 рублей. Поэтому, в общем-то, он того стоит, я считаю. И следующий тоже крем для тела. Но мне уже его подарили. То есть это я не сама купила. От The Body Shop. И это у меня с шоколадом. Он называется Choco Mania. Здесь всего лишь 50 миллилитров. Так он выглядит. Вот это действительно уже бодибаттер. Он очень-очень густой. То есть вот он еле-еле наносится. Очень сложно набирается. И несмотря на то, что я также большая любительница всяких кондитерских запахов, здесь запах абсолютно не кондитерского шоколада. Он такой горький шоколад. Мне напоминают даже, знаете, какие-то конфеты, трюфель. Или вот какой-то, ну, именно темный шоколад с большим содержанием какао-бобо в составе. То есть я такие запахи, если честно, не очень люблю. Те, кто не любит запахи всяких пироженок и так далее, а хотят запаха какого-то настоящего шоколада, вот это вот для вас. Увлажнение у него, в принципе, неплохое. Он сложно распределяется из-за такой густой консистенции. Но запах этот потом остается на теле. И, если честно, не очень мне нравится. Поэтому, ну, как бы мне подарили, поэтому пользуюсь. А так, в общем-то, сама себе бы, наверное, не купила. Дальше тоже покупки для тела у меня были. Это было два вот таких вот геля от Ифраше, Сели Жардан Дюмонт. Вообще я пошла за своим любимым, и не только мной любимым, но и очень многими. Это, конечно же, бразильский кофе. Но как-то не знаю, что на меня дошло. Я схватила случайно вот этот гель для душа, и уже выйдя из магазина обнаружила, что это африканское какао. Ну, как бы у них упаковки похожи, и, если честно, я сразу даже и не разобрала. И в итоге я сразу же вернулась и купила вот этот бразильский кофе. Но, на самом деле, они по консистенции, по своим действиям, там, мылищем, моющим и так далее, они, конечно же, похожи. Мне очень нравится то, что у них такая кремовая консистенция. Они не сушат кожу, они хорошо мылятся. Но запах, конечно, у этого намного выигрышнее. Он пахнет таким натуральным кофе. И вообще просто потрясающий запах. Ну, все, конечно же, вы знаете. А вот африканское какао, ну, не знаю, для меня ничего особенного. Приятный такой вот, знаете, кремово-сладковатый какой-то такой запах. Но, не знаю, если бы я вот покупала бы целенаправленно именно его, перед этим послушав, то, наверное, бы и не купила. Вот, а так, сами по себе, гели очень хорошие. А ты фраше вообще просто суперские. Поэтому, когда в магазине что-то покупаете, смотрите повнимательнее. Следующий, я купила себе вот такой вот лосьон для снятия макияжа сверху. От чистой линии, хлопковое молочко. Я его еще покупала перед своей поездкой, потому что я не стала брать с собой, я обычно снимаю макияж миндальным маслом, но не стала его с собой брать. Очень боялась, что я его там, ну, оно разольется, и, в общем-то, запачкает все вокруг, и останутся жирные пятна. Поэтому я купила вот такой вот, как в виде водички, такой лосьончик. Но могу сказать, что он мне не понравился, то есть он у меня полный так и стоит, и как бы на отдыхе я им пользовалась, но он мне не понравился, потому что он мне очень сильно ощипал глаза. В принципе, макияж он и неплохо, в общем-то, снимает, справляется с своей непосредственной функцией, но мне очень сильно щипал глаза, и очень неприятные потом от него ощущения. Поэтому мне не понравился, хотя я знаю, что у него много поклонников, в том числе, например, моя сестра, с удовольствием им пользуется. Также я купила лак, конечно же, я не могла обойтись без покупки лака. Это лак от Эвили на серии Голографик Шайн. Я уже рассказывала, что очень люблю вот эту их серию, которая с таким призматическим эффектом. А в этот раз я купила номер 412. Так вот он выглядит. Ну, здесь сейчас плохо видно. Я где-нибудь, может, вставлю картинку или такое мини-видео, где я покажу, как он на солнышке переливается, если я поймаю солнышко в нашу дождливую такую погоду. Очень классный лак. Я уже рассказывала, что очень их люблю. Замечательно она носится. Первый слой дает красивый такой оттенок. И, конечно, этот потрясающий голографический эффект. И также он очень долго держится. То есть на моих ногтях он держится дней 5-6, что для меня просто рекорд. Это действительно очень-очень редко бывает с моими ногтями. А также я купила себе вот такой шампунь от Organic Shop в очередной раз. До этого я ему изменила с шампунем от UltraDoo. И решила вернуться все-таки к своему проверенному. Марокканская принцесса с органическим экстрактом оливы и органовым маслом. Уже давно пользуюсь. Просто меняю их категории. Вот это именно восстановление. А так я всякие разные для объема покупала. В общем, принцессы Шри-Ланки я еще любила. Или сокровища Шри-Ланки тоже. Он пахнет не очень, если честно. То есть у него такой запах, ну как бы каких-то травяной что ли. То есть как бы нейтральный, я бы сказала. Но в остальном мне очень нравится он по свойствам. У меня очень хорошие от него волосы. И никаких к нему претензий нет. Поэтому буду покупать еще и еще. Также я купила себе вот такое вот масло для укрепления ресниц и правей от Elma. Многие, кстати, блогеры рассказывают о нем. А здесь еще вот такая вот щеточка идет. Которую я, кстати говоря, никогда еще не пользовалась. И вот такая вот щеточка. Ну, как у туши. Масло это в своем составе содержит масла, которые призваны укреплять ресницы. Ну, и для волос они, в общем-то, всегда полезны. Это касторовое масло. Это миндальное, репейное. Также там состав витамины А и Е. В общем, состав у него действительно замечательный. Почему я его купила? Потому что у меня ресницы склонны к такому выпадению. Вообще ресницы, естественно, все, так же, как и волосы на голове, обновляются через какое-то время. Да, у них есть свой срок жизни. И потом на их месте вырастает, соответственно, новое. У меня же ресницы любят, если выпадают, то целым скопом, целыми такими пучками. До такой степени, что у меня остается просто такой полулысый глаз. И это настолько заметно, что мне приходится даже наклеивать какие-то искусственные пучковые ресницы. Поэтому сейчас у меня как раз начался такой период. Наверное, осенний, как осенняя линька. И у меня просто выпало очень-очень много ресниц. То есть, прям, конечно, видны корешки такие, что они начинают отрастать. И вот я решила купить такое средство, чтобы ускорить их рост. Но не знаю, как бы по поводу действий. Ничего не могу сказать, помогает или нет. Потому что никогда не засекала, за какое время у меня вырастают так ресницы. Поэтому я думаю, что в любом случае хуже не сделает. Будет только лучше, в принципе, понравилось, наношу на ночь. И посмотрим, какой будет эффект. Следующие покупки были тоже для ресницы. Это были туши. Первая тушь от Vivienne Sabon. Называется она Cabaret. Это вот коробочка от нее. И так выглядит сама тушь. Вот ее тюбик. Я знаю, что у нее очень много поклонниц. И, если честно, она у меня тоже была где-то год назад. Но тогда не произвела на меня особого впечатления. И я решила дать ей второй шанс. Потому что, ну, действительно, уж очень нахваливают. Так выглядит ее щеточка. То есть, она силиконовая. И я такие не очень люблю. Ну, что могу сказать. Тушь пока что жидковатая. Я думаю, что она раскрасится. И будет эффект лучше. Потому что сейчас она немножечко их склеивает. Несмотря на то, что у нее силиконовая щеточка. Которая вообще призвана разделять реснички. Пока что мне не очень нравится от нее эффект. Объема, который заявлен, особо я не вижу. Но, в принципе, у меня сейчас ресницы в не очень хорошем состоянии. Поэтому я думаю, что ей нужно дать время. И она еще себя покажет. И еще одна тушь. Она пришла ко мне с ebay. Вообще, на самом деле, шла она ко мне очень долго. Наверное, месяца два с половиной. И я уже подумала, что она не дойдет. Но все же она пришла. Это тоже тушь, которую многие хвалят. И я ее услышала у известного блогера Beauty Benefits. ТВ, по-моему, у нее называется канал. В общем, Ира. И я у нее услышала про эту тушь. Она ее очень любит. Это тушь от Cover Girl. Называется она Lash Blast Volume. В таком вот она оранжевом оттенке. И вообще напоминает по своей щеточке. И вообще по своему тюбику. Тушь от Max Factor False Lash Effect. Не знаю, как по эффекту. Как видите, она у меня еще закрыта. Я на самом деле не люблю так показывать какие-то покупки. Вот смотрите, я купила, но еще не пробовала. Но действительно, на самом деле, давно она мне пришла. Я просто не показывала. И даже видео об организационной косметике она там есть. И так же, как и тушь от Vivienne Sabo. То есть, в общем-то, я их давно купила. Просто не показывала вам. Но вот от Vivienne Sabo попробовала. Поэтому рассказала. А вот эту, ну, я думаю, что в любом случае, если я ее открою, она появится в каких-то моих фаворитах. Потому что я же буду ее пользоваться. Поэтому в любом случае, мой отзыв на нее вы узнаете. Конечно, если вам будет интересно. Вот. Это были все мои покупки. Как уже говорила, их было не очень много. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Большое спасибо за просмотр. Я желаю вам всего самого хорошего. И всем пока.